Продолжение следует... 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 Итак, начнем с такого персонажа, как Роберт Флотт. Сам Роберт Флотт и пробежимся, как я говорю, по его некоторым иллюстративным материалам. Роберт Флотт, фигура довольно-таки известная, он был английским философом, часто его врачом, часто его еще приписывают к рядам розенкрейсеров, но как раз о всех персонажах, о которых я сегодня буду говорить, они либо приписывают их к розенкрейсерам, либо к каким-то протомасонам. В общем, подтверждение таковому часто не обнаруживается, хотя интересно в том, что они действительно использовали символику и розенкрейсерскую, или масонскую, которая либо потом вошла в розенкрейсерство или масонство, либо, ну, если мы поверим этим легендам, да, и то, собственно, они там, можно сказать, это все тоже порождали. В этом плане как раз данный век и данные работы крайне интересны, потому что они, в общем-то, закладывают образное видение вот этих вот символов, которые мы сейчас считаем такие, в общем, степени розенкрейсерские, да, герметические и даже вот масонские. Вот, ну, мы сейчас их немножко посмотрим. Так, одна из самых интересных работ Роберта Флага – это «История двух миров». Вот часть из иллюстраций к ним я покажу. Это титульный лист. Здесь вот как раз-таки видно основной такой принцип, который, в общем-то, входит в большинство вот иллюстративного материала, который мы будем просматривать. Это принцип подобия макрокосмоса-микрокосмосу, то есть человека миру, соответственно, и вот рассматривание человеческой, человеческого, мирского и божественного. В общем-то, в этом драктате, конечно же, эти принципы присутствуют. Такие вот изображения, схемы, которые вот показывают соотношение духовного мира и материального, или внутри духовного мира, или материального мира, они, в общем-то, характерны для этого периода. И, конечно же, в работах Влада они присутствуют. Как вы видите, здесь очень много таких вот схематичных изображений, где на латыни описаны различные вот эти соотношения с человеческим телом, космосом и так далее. Опять-таки, я не буду останавливаться, потому что время у нас все равно ограничено. Далее вот такие вот иллюстративные тоже моменты, связанные с зарождением мира, то есть интерес был, в общем-то, к тому, как мир породился, как волк его породил, или же он сам породился. И, в общем, на этом измышления Влада продолжаются. И мы видим, собственно, в этих гравюрах формирование космоса. Что интересно, вот тоже к вопросу, что герметического в таких работах, часто встречается именно вот здесь, как здесь видно, солнце в середине. То есть такая гелиоцентрическая модель, которая, в общем-то, присуща была некоторым вариантам античного представления космоса, там, начиная с пифагоризма, ну и, собственно, герметизм, вот именно античный, он тоже смотрел на мир именно таким взглядом, что все-таки солнце является центровой фигурой, как некоторое там око бога, или же, в общем-то, прообраз божества на небе. Да, и, собственно, в период уже возрождения эта модель, как вы знаете, стала основной, ну и, собственно, уже потом последствия научно доказаны, что все-таки не вокруг Земли солнце, ведь самое вокруг Солнца, да, ну, конечно, Солнце не является центром всего мира, но, по крайней мере, наша система это точно. Да, в общем, как происходило, появлялась Земля в таких вот изображениях, вот я вам показывал книгу Фрэнсис Йеттс «Театр мира», здесь она говорит тоже о Фладе достаточно многое, но по отношению к другим его работам, связанным с мнемонической памятью, связанным с строительством различных сооружений для проведения театральных действий и так далее. То есть, вообще, на самом деле, люди того времени, да, были достаточно такие продвинутые и много чем занимались. Так, в общем, с Фладом надо, наверное, немножко завершить, да, как вы видите, вот такие вот замечательные гравюры, которые тут похожи на Древа Сеферот, различные представления о мире. Да, забавный черный квадрат, да, как у Малевича, собственно, эмблема розенкрейцеров и вот мир. Итак, следующая фигура, которая нам может быть интересна, это фигура Афанасия Керхера, который был таким юзуистским философом, тоже очень много чем интересным занимался. И вот подобие, так же, как Флад, он, в общем-то, рассматривал герметизм как античный, да, герметизм, а даже больше не античный в плане греческого, да, представление тогда еще было о том, что это, в общем-то, египетский древний такой герметизм. И, ну, как вы, наверное, знаете, Афанасий Керхер, он написал одну из его важных работ, это «Иди в египетский», где, в общем-то, он пытается расшифровать иероглифы, ну, и, в общем-то, помимо этого прочего, раскрывает много герметических всяких принципов, да. Опять-таки, напомню, что в 17 веке герметизм вот античный такой был популярен, ну, из-за того, что до этого Марсилия Фичина опубликовал на латыни герметический корпус. Вот, и он тогда еще не был там жестко опровергнут, да, и все считали, что это действительно такое произведение очень-очень важное и очень-очень древнее. Отсюда Фанасий Керхер в своих работах также использует различные символизмы, христианский, герметический, вот, по отношению именно к Египту, да, каббалистический. Здесь различные титулы его трактатов, также темы, похожие на тематику Флага, то есть о сотворении мира, о различных экспериментах, о географических открытиях, здесь вот вы видите карту Атлантиды, собственно, изображения египетских парпирамид, надо сказать, что до Шампальона труды Афанасия Керхера считались такими основополагающими в изучении египтологии, да, несмотря на то, что он скорее аллегорически это все повествовал, опять-таки под влиянием герметических трактатов и вот веянии своей эпохи. Такой музей. Также у него есть интересная работа, посвященная подземному миру, то есть вот если у Флага это, получается, сотворение мира, да, то тут такое же вот шарообразные такие гравюры, сейчас будут попадаться, опять пирамиды, да, вот о том, что происходит вот с подземлей. Здесь это из египетского, Эдипа, опять вот из подземного, то есть такие гравюры, они были характерны и для Афанасия Керхера. Да, здесь и на восточную тему у него по поводу Китая были трактаты. В общем, крайне большое многообразие. Опять-таки скажу, что, ну, у Афанасии Керхера у нас вообще не издавался, только какие-то фрагментарные небольшие отрывки. Да, посвященные Вавилонской башне, у него есть трактат. Также вот очень интересные моменты. Да, каплистическую еще картинку покажу. Да, частый сюжет еще вот такого космического человека, где соотносятся различные части Вселенной, либо зодиак с человеком, его телом. Но это опять-таки еще со времен античности взятые изображения, которые эволюционировали и вот перешли на вот эти вот гравюры. В следующем я покажу вам работы якобы Биома. Якоб Биома – это немецкий такой философ-мистик, как вы опять-таки знаете. И его работы, конечно, больше посвящены некому такому христианскому мистицизму, но именно гравюры, которые делал Дионисий Фраер уже к работам Биомы, они как раз-таки опять-таки насыщены вот теми самыми символами герметической философии, кабалы и прочее. Ну, опять-таки, важным моментом, что здесь выделяется все-таки герметическая часть. Ну, здесь изображение такое тоже символическое Биома. Итак, да, вот к его работам. Сейчас зачитаю, какой. Да, это иллюстрации глубоких принципов якобы Биомы Тевтонского теософа в 13 фигурах составлены Дионисием Фраера. Опять-таки, фигура такого эмблематического характера опять-таки повествует о сотворении мира. Также Фраер сделал еще тоже такой же иллюстративный комментарий к книге «Ключ». Вот Биома, в отличие от двух предыдущих авторов, он на самом деле в России очень много издавался и до сих пор выходят новые переводы и работы. Так что с Биомом здесь все в порядке. Можно посмотреть, найти, ну, где-то больше половины его произведений, точно изданных на русский язык и, в принципе, в хорошем качестве достаточно. Вот. В том числе там тот же «Ключ», он издан был в такой книжечке «Сборники герметической космогонии», где как раз входят еще отдельные работы Фраера и иероглифическая монада Джона Ди, которую тоже, в принципе, можно отнести к вот такому контексту таких вот гравюрных символизмов, различные гравюры к работам Биома. Можно заметить ряд знакомых, опять-таки, символов и с античности, и со Средневековья, да, и переплетения вот разных, разных групп символизма. Опять-таки, очень бы хотелось поговорить там о каждой работе, но здесь, безусловно, очень много, очень насыщенный такой вот контекст, да, то есть можно вот взять и становиться на любой иллюстрации, начинать ее разбирать, да, там по кусочечкам, да, по символам, да, по знакам. Этого мы сделать, к сожалению, не можем. Может быть, на каких-то следующих докладах я выделю какую-то отдельную там работу и на их примере буду раскладывать, да. В данном случае мы обзорную такую лекцию проводим, чтобы, в общем, показать масштаб того времени, которую мы, собственно, как-то так, не всегда его учитываем, да, как показывает практика. Так, я надеюсь, видно, да, все? Видно? Да. Да, все видно. Спасибо. Так что, да, вот такие же цветные. Опять-таки, показывал вам книгу «Алхимия и мистицизм», да, здесь вот эти работы тоже представлены, в большом количестве изданы. Вот, часть из них я брал с сайта герметической библиотеки Амстрадама, они очень любят всякие вот эти вот картиночки, используют их везде. Да, вот здесь тоже человек, как я уже говорил, с подобием зодиакальным. Так, к Авроре. Так, Дионисия Фраера, вот покажу его отдельную работу, это «Парадоксальная эмблемата», тоже очень любопытная. Вот, там, где он рассматривает вообще сотворение мира, там из пустоты первые листы у него пустые идут, и только некоторые примечания. И надо сказать, что эмблемата — это не только еще вот просто изображение, это еще обычно какой-то девиз и комментарий к нему. То есть это вот такая вот чаще всего система, да, наверху вот вы видите девиз, да, это возникло в бытии, здесь какое-то изображение, да, и дальше расшифровка, ну, тоже обычно такого философско-символического характера, хотя в некоторых работах, где присутствуют эмблематы, если удастся, сегодня тоже покажу вам мельком, там может быть расшифровка на несколько листов. Вот такие эмблематы в собственной работе Фраера. Опять-таки напоминаю, что он иллюстрировал работы Беома. Сам Беома, получается, не рисовал эти картины. Опять-таки, заметим, здесь и алхимический символизм присутствует, и астрологический, и астрологический. Различные тоже космические схемы, девизы вот связаны с макрокосмосом, микрокосмосом, и с концепцией ума, между прочим, тоже, что позаимствовано, безусловно, из трактата геропедического корпуса, то есть о разуме, уме идет речь в этих изобразительных произведениях, да, и, собственно, говорится о том, что примерно то же, что присутствует в корпусе, что тот, кто разумом и умом постигает, боль Бога, и вообще концепцию единого, как бы, тот, в общем-то, будет наделен различными качествами положительными. Здесь вот такой вариант реагифической монады мы видим, тоже интересно. Да, вот здесь вот конец, здесь 153 таких вот эмблемата. Все их приводить тоже не стал. Еще одна знаменательная фигура, которую мы тоже не должны обходить стороной, это Михаил Майер. Вновь его работы, к сожалению, опять-таки в большом количестве есть, но на русский переведены лишь несколько, это «Убегающая таланта», он, напомню, был алхимиком, писал музыкальные произведения, и как раз-таки вот «Убегающая талант», она там снабжена фугами, которые, в общем-то, дополняют помимо вот гравюры и различных комментариев, которые приводит Майер, да, то есть еще и музыкальные произведения. И как и предыдущие персонажи, он рассматривает и, в общем-то, практический такой герметизм, да, который связан там с алхимией, с астрологией, с медициной, с теоргией, да, также и философский, то есть, в общем-то, для него и то, и другое было знакомо, а это, надо сказать, на тот момент не всегда было очевидным, то есть часто было так, что люди, работающие вот по каким-то принципам, например, Парацельса, они, в общем-то, не вдавались в подробности герметического корпуса, то есть он был доступен, но они им не пользовались, они даже не считали его, ну, знали, представляли о том, что он имеет отношение к герметисту-тресмегисту, но его как бы игнорировали. И наоборот, те люди, которые использовали герметический корпус в своих каких-то философских исследованиях, они, в общем-то, там, при критике, например, процессистов или кого-то еще, кто более вот именно практическими сторонами занимался, они как бы не знали работу алхимиков или, там, медиков или еще иных представителей, которые считали себя тоже представителями гермеса. Отсюда такой вот интересный водораздел произошел, но, с другой стороны, вот в фигурах вот этих людей, которые как раз-таки Майера, Флада, Фанасия Кирхера, да, и те, и другие принципы, они сходились очень даже хорошо, и как раз-таки, на мой взгляд, этому способствовало именно тоже изобразительное искусство, где в целом можно показать и объединить действительно какие-то вещи практического содержания с какими-то философскими концепциями. Опять-таки, здесь я привожу цветные, ну, чтобы было удобнее гравюры, то есть так-то они черно-белые. вот, в случае Майера, вот, как раз эмблема Аталанта. К каждому из этих гравюр есть, естественно, комментарии, вот здесь вот интересная такая картинка, где два гермеса, вот, петающий хвост, львы, печи. Естественно, все эти изображения, они трактуются символически, то есть это не напрямую, да, какие-то картины, а которые, в общем-то, должны олицетворять в данном случае алхимические процессы, либо также параллельные процессы духовного созревания. Помимо Майера, конечно, стоит отметить ряд других произведений, тоже алхимического характера, это и тайные фигуры Розенгрейсеров, которые были очень тоже популярны и издавались с 16 по 18 век, также в разных переизданиях, даже есть у нас в Музее истории религии на русском языке вариант лежит, тоже интересно будет посмотреть. И также сейчас покажу, соответственно, картинки фигур Розенгрейсеров. Это из разных вариантов взятые, и русских, и зарубежных, то есть это такие уже цветные работы, которые тоже обогащены различным символизмом, также описание мира, в общем-то, процессов, да, ну, в отличие от предыдущих, они в основном были цветные все. То есть буквально каждая гравюра, это, в общем, такая целый мир и действительно очень удобный момент, чтобы не описывать это все словами, да, а показать определенной символикой, и, в общем-то, чтобы это можно было расшифровывать, скорее всего, оно так и делалось, то есть расшифровывалось каким-то образом, помимо тех, как вы видите, надписей, которые находятся непосредственно рядом с изображениями. Ну, это из вот другой работы, это уже химическая свадьба христиан Розенгрейцера, тоже, можно сказать, ну, того же времени, во-первых, произведение близкое, и также иногда сопровождается гравюрами, категорически, ну, здесь вот из издания русского, современного, переведены некоторые моменты, можно вот прочитать, кто не знает, на латыни, как это звучит. Вот, опять-таки, символизм здесь пересекается и такой сугубо герметический, да, и уже там варианты Розенгрейцерского собственного символизма, то есть поликликаны, всякие орлы там появляются с определенной символикой, ну, и, в общем-то, много, конечно, христианского. Здесь крайне сложно, на самом деле, их отделить, ну, и поэтому вот стоит, на самом деле, такой вопрос, да, о том, что можно ли считать вот это чисто герметическим, ну, условно, можно, конечно, ну, потому что это так закрепилось уже в истории, да, то есть при изучении тех или иных символов вот этого периода говорится, в общем-то, прежде всего о герметизме, да, или вот, даже сказать не о герметизме, а о герметицизме, потому что тут уже выход такой за пределы довольно-таки далекие корпуса и всех дел связанных непосредственно с фигурой Гермес Тресмегиста, если вы заметили, да, то есть, конечно, фигура там Меркурия или Гермес, она присутствует, но на ней концентрации такой особой нет, то есть она идет в конвей к чего-то еще. Здесь даже больше мифологических сюжетов, сюжетов из бестиарий, то есть это такой достаточно большая смесь, но при этом, конечно, герметический символизм, он превалирует, почему? Потому что дух той эпохи, да, 17 века, он был приоплитан тем, что вот они считали, что они занимаются именно такими вот герметическими, герметической философией, но при этом, да, почему так считалось? Ну вот потому что, опять-таки, древность корпуса, тайных знаний и прочих, и то, что они, в общем, не противоречат христианству, да, это вот надо понимать, почему христианские символы и символы герметизма, они, в общем-то, сочетаются с языческими, да, на самом деле, во многом, да, египетские или греческие, да, сочетаются с христианскими, ну, потому что, в общем, противоречия никакого не было, потому что, в общем, гермес и вот все, что связано с герметизмом, это такое вот откровение Бога для язычников того времени, как вот говорил об этом Лактанце и Августин и еще другие отцы церкви, да, то есть это, в этом проблеме никакой не стояло. Далее она уже встала, ну, из-за критики корпуса. Ну, еще несколько работ я не показал, это Михель Шпахера, собственно, там, Кунрата, Хоге и так далее, они вот связаны были тоже с эмблематами и гравюрами, ну, наверное, основную канву поняли, в чем, собственно, состоит дело, да, а выводы, выводы какие можно сделать, предварительные, потому что, опять-таки, я говорю о том, что все-таки это вопрос очень сложный и сложный еще потому, что, ну, знакомство с этой литературой, либо это очень какие-то редкие книги, которые сложно достать, потому что они были там переведены несколько веков назад, ну, они есть у нас в библиотеках, либо это современные издания, которые тоже малым тиражом и иногда там тоже не всегда хорошо с переводом, вот, то есть нормальных вот текстов, таких как Флада, Керхера, их нет, да, и поэтому это затрудняет исследование и потом объемы этого достаточно большие, собственно, не только начало пути в настоящем времени. Ну, а, собственно, по выводам, что могу сказать, да, ну, что это определенный такой контекст, связанный с эпохи 16-го, 17-го века, да, ну, естественно, с продолжением дальше. Это в гравюрах и эмблематах этого времени достаточно явно виден принцип подобия, принципы цикличности, вот солнцентризм, который я говорил, оживление материи в том числе, да, принцип возможности умом или разумом осмыслять божественное, материальное, различные астрологические, алхимические и прочие принципы тоже присутствуют в этих изображениях. А также явно представление, вот то, что, опять-таки, заимствуется из корпуса, это представление о том, что есть Бог, есть материя, ну, или мир природы, тут можно равно поставить, и есть человек. И вот, чтобы познать полностью все бытие, нужно, собственно, познать и абсолютно убогое, и материальный мир, и, в общем, познать самого себя, то бишь человека. Различный характер этих символических произведений носит, чаще всего, космогонический, аллегорический, философский. Ну, собственно, каждый, вот, заметьте, что они часто не шли отдельно, то есть это целые циклы гравюр или эмблемат, которые вот рассказывают действительно о каких-то процессах, да, то есть их надо рассматривать тоже в совокупности. Сами вот эти гравюры, они выступают не только как метафоры к тексту, а скорее наоборот, они являются основным текстом, а к ним, вот, текст в привычном нашем смысле слова являются комментарии. Ну, и подытожив, можно сказать, что герметическими их можно называть, но, в общем-то, условно, потому что, как вы видите, символизм, он скорее синкретический, и, как мы уже понимаем, с прошествия времени, что здесь не обошло без христианского, каблистического, символизма влияния бестиариев, то есть вот эти вот всякие животные, существа, которые тоже... Ну, и, конечно же, астрологических, ахохимических и иных символов. Вот. Так что, на этом, думаю, завершено. Есть какие-то вопросы? Спасибо, Борис, за этот увлекательный обзор. Да, давайте послушаем, есть ли у нас вопросы у слушателей. Здравствуйте. Мы там немножко в комментариях написали. Вы спрашиваете, читаете ли вы где-то подробнее о каждой? Пока нет, на самом деле. Ну, я думал... У меня... Во-первых, это вот часть моего выступления основана на лекции, которые я читал в закрытом, такая-то самая, онлайне, посвященной символике герметической, там у меня большой цикл лекции был, но я его все равно буду перерабатывать, потому что объем достаточно большой, ну, и действительно хотелось бы уделить побольше внимания каждым вот отдельным произведениям или авторам, поэтому, в принципе, на будущее можно составить даже такой целый интересный курс, но это мне понадобится годик-другой поработать действительно серьезно, а не вот так вот бегло. Да, конечно, я могу там остановиться, сейчас тоже рассказать какие-то детали подробные, но в силу формата не могу. Так что в предыдущем, да, думаю, будет. Вот, пока нет. Можно тогда такой, во-первых, вопрос. Во-первых, есть ли какие-то издания, то есть встречались ли тебе в издании, собственно, герметического корпуса, которые были бы иллюстрированы? То есть речь, конечно, идет о 17-м, наверное, веке, да? Ну, может, в 16-м встречались. Так, пока что нет, в современности я встречал. Нет, современные тоже. Да, когда ты сказал про старые, пока не встречал, хотя по титулам, я помню, есть изображения, но надо в этом отдельно поработать. Я также думаю еще сделать отдельную лекцию именно конкретно по разным изданиям герметического корпуса. Я думаю, уже скоро созрею до этого, тогда буду рассматривать. Но вопрос очень хороший, я буду обязательно обращать на это внимание, потому что это крайне интересно. Перездавался корпус, как мы знаем, там многократно. То есть даже если я не знаю, это не значит, что этого нет. Скорее всего, даже было. А если, Дмитрий, у тебя нет каких-то подозрений? Нет, у меня как раз такое подозрение, что как раз герметический корпус всегда шел без картинок, а вот именно то, что называется герметикой, то есть практической, алхимией и так далее, и так далее, там наоборот она была преизобилующей. Это да, это да. Поэтому очень большое влияние алхимического символизма, который, в общем-то, выдавался или перетрактовывался в произведениях более философского характера, как герметический. То есть там урморосы все эти. У меня еще такой вопрос, а вот можем ли мы провести черту, потому что вот эти вот книги-эмблемата, зачастую, притом такого откровенно даже оккультного характера, то есть там, ну допустим, гипноротомахия полифила, да, допустим, Валентин Перий, да, в середине 16 века. Вот есть ли там какой-то водораздел, который можно бы провести, что вот эти вот книги для посвященных, а вот эти вот книги – это сборники символов, которые должен знать каждый культурный человек? Хороший же вопрос, кто этот вот раздел проводит, они или мы, да. Если мы читаем авторов, да, то там, скажем так, либо об этом не говорится напрямую, либо все-таки говорится, да, опять-таки в сугубо оккультных произведениях чаще всего, ну, если вот практически чаще всего и говорится, для чего, кого и как к этому подходить, да. А вот с философских, скорее, об этом не говорится, то есть это такая, ну, кто знает, тот поймет. А вот насчет того, должен ли знать эти символы каждый человек или нет, вот, наверное, все-таки, поскольку мы все являемся в контексте европейской культуры, они общеевропейские в том числе. Вот, о них сложно не знать, потому что они исходят из мифологии, из Библии, из легенд, да. Вот как-то, наверное, они и делались, собственно, эмблематы для тех людей, и в том числе, которые понимают весь этот бэкграунд, да. А вот, иначе сложно рассматривать. Не знаю, ответил ли я на вопрос? Да, спасибо, спасибо. Да, блин, не поставил. Да, хорошо. С чем начнем еще по-разному мыслить? Вот, как раз рассчитывал на такие вопросы. Спасибо.